Для всех людей слова «депрессия» и «самоубийство», «депрессия» и «суицид» очень тесно связаны. Для меня это не совсем так. И попробуем рассмотреть две стороны этой проблемы. И не пугайтесь, пожалуйста, в силу того, что коллеги все равно меня слушать не будут. Какая-то такая моя внутренняя задача – это поговорить с людьми. С возможными пациентами. Поэтому я уже не первый раз, у нас есть видео на канале на соответствующую тему, хочу поучить вас психиатрии. Можно? Здесь есть еще один доктор, профессиональный психиатр, который, если захочет, со мной поспорит или подтвердит. Не захочет, даже не будет показываться. Я его, конечно, представлять не буду. Вот. Я хочу сказать, что, наверное, в бесконечной проблеме депрессии есть одна вещь, в которой не сомневается никакой психиатр. Это изначально для меня классическая, потому что именно ее мне преподавали в начале 80-х годов, так называемая триада депрессии, которую я нарисовал сейчас на доске. Написал. Я могу это превращать в рисунки, но я думаю, что это не нужно. Депрессия, которую лечат в психиатрии, депрессия клиническая, медицинская для нас в классическом, советском, подчеркиваю, образовании психиатра образовывалась из трех главных компонентов. Мысленная заторможенность, идиаторная заторможенность. Это медленное течение мыслей, субъективное ощущение медленного течения мыслей. Моторная заторможенность, она же двигательная заторможенность. Это снижение желания двигаться и вообще медленный темп двигательной активности. И сниженный фон настроения, собственно говоря. Я уже не раз говорил, что этот сниженный фон настроения мы в школе Анатолия Александровича Портнова определяли четко и однозначно. Мы говорили не просто сниженный фон настроения, а чувство вины. Чувство собственной вины человека за какие-то события, за которые он в общем отвечать не в состоянии. Ну, например, за смерть близкого. Я думаю, что многим это знакомо. Вот это вот триада эндогенной депрессии. И если в этой триаде не хватало или был изменен какой-то компонент, то это состояние тогда, 35 лет тому назад, когда я учился, депрессией не считалось. Ну, и тогда был ряд исключений. Мы о них, может быть, еще поговорим. Но в случае отсутствия какого-либо компонента, ну, например, если в депрессии молодого человека, всегда говорю я, виноват не он сам в течение его мыслей, а его, например, мама, которая там родила его без папы, которая не дала достаточного стартового капитала, чтобы он сразу мог стать известным бизнесменом, и вот он сидит и переживает все это, то это уже не депрессия. Понятно, да? Наверное, самая главная беда заключается в том, что сегодня все эти компоненты депрессии стали необязательными. Обязательным остается только вот этот компонент, да, сниженный фон настроения. Почему я с этого начинаю разговор о суицидах? Вот если вы задумаетесь, то вы поймете одну очень простую вещь. Первое. Суицид, самоубийство – это действие. Это действие, которое чаще всего происходит неожиданно для окружающих близких. Сейчас по социальным сетям идет флешмоб, и его вот даже такие дела, популярный сайт перевели на русский язык, и сейчас у них он продолжается на русском языке, который называется «Face of Depression», «Лица депрессии». Там, в этих ресурсах, люди размещают фотографии своих родственников, погибших от депрессии, и предупреждают о том, насколько это страшная болезнь. Говорят, что начала эта жена, это Линда Беннингтон, жена Честера Беннингтона, основателя группы «Линк Парк», который покончил с собой. И там она первая публиковала фотографию мужа, видео мужа, который ест конфеты со счастливой улыбкой на лице всего за несколько часов до того, как он покончил с собой. И вот дальше за Линдой Беннингтон последовало огромное количество людей, которые размещают эти фотографии. Так вот, я хочу сказать удивительную вещь, которая на самом деле не требует никакой статистики. Вот если вы задумаетесь, то поймете, что практически среди тех людей, которые официально стоят на учете с диагнозом депрессия, или обращаются к частным психиатрам с диагнозом депрессия, все те люди, которые покончили с собой, принимали антидепрессанты. Я попробую объяснить, что я имею в виду. Вот посмотрите. Вот три компонента клинической депрессии. Простейших. Дальше можно усложнять. Усложнили уже до бесконечности. Два из этих компонента это заторможенность. Мысленная заторможенность и моторная заторможенность. Два из трех компонентов. 30, то есть, простите, 66 процентов. Это означает, что любой препарат, который будет разрабатываться для того, чтобы лечить это состояние, в первую очередь, будет направлен на не столько на повышение настроения, как думается основному количеству потребителей этих препаратов, сколько на расторможенность, как идиатурную, так и моторную. На повышение активности, как умственной активности, так и двигательной активности. Что я пытаюсь объяснить? Я пытаюсь объяснить, что исходя из простейшей логики психиатра-феноменолога, давая растормаживающие препараты, мы повышаем риск резкого возрастания активности человека при сохраняющемся плохом настроении. Ну, задумайтесь, там я очень сильно сомневаюсь в том, что это правда. Ну, допустим, правда, современные антидепрессанты, начиная с прозока, ингибиторы обратного захвата дофамина и серотонина, короче говоря, препараты, повышающие уровень биогенных аминов в мозге, допустим, что они действительно его повышают. Но это означает, что препарат пытается повысить именно уровень активности, которые и определяются, собственно говоря, во многом, по крайней мере, никто точно не знает, чем они определяются серотонином и дофамином. Как бы мы очень любим всякие богатые слова типа вещества, удовольствия, имея в виду серотонин и дофамин. Ну, во-первых, этого никто не доказал, а во-вторых, это означает, что пытаясь повысить эти вещества. Мы делаем следующую вещь. Мы делаем так, что у человека, например, нет реальных поводов для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенным жизнью. А мы пытаемся заставить его, тем не менее, чувствовать себя удовлетворенным жизнью. Мы производим некоторый процесс, который и в психиатрии, и в быту хорошо известен, он называется ажитация. Что такое состояние человека, находящегося на грани самоубийства, или состояние человека, который совершает действия, направленные на самоубийство. Я сейчас не говорю о так называемых демонстративных суицидах. Я беру завершенные, как бы истинные суициды. Наверное, каждый из нас, каждый, я подчеркиваю, это важно, это себе представляет. Мы называем это аффектом. Это когда некоторая волна эмоций захватывает человек и начинает управлять его поведением. У каждого из нас есть витальные инстинкты, витальные чувства. у нас есть некоторый психический и физиологический механизм, который заставляет нас бояться смертельной опасности, бежать к врачу, который нас защищает. Почему я вдруг об этом? По той простой причине, что этот взрыв эмоций должен быть сильнее этого самого витального механизма. если вы мне скажете это тоже чушь, есть многие люди, которые долго готовятся к самоубийству, приходят к каким-то окончательным выводам и так далее и тому подобное, я вам скажу нет. Поскольку в некотором смысле я практически вы просто в этом не признаетесь. Но я могу признаться, я во всем признаюсь. я неоднократно переживал мысли о самоубийстве. И вы знаете, каждый из нас их переживал. Ну, в каких-то критических для себя ситуациях. Смерти близкого, ухода любимого человека, разрыва отношений, потери работы. В общем, в бесконечном количестве разных ситуаций, которые мы воспринимаем как критические. Поэтому в некотором смысле я давно думаю о самоубийстве. Это вообще одно из описаний взрослого человека, пережившего в своей жизни несколько кризисов. Духовных кризисов, разных кризисов. Эти мысли ну пусть в незначительной степени вообще человеку свойственны, потому что у них как бы есть две внутренние стороны. Первая сторона это тоже всем известная. Ну вот я умру и тогда он узнает или тогда они наконец меня будут ценить. да вот а что вы смеетесь? В некоторых в некоторых ситуациях это очень важная внутренняя мысль. Просто в ней не принято признаваться. Ну как бы не принято. У нас вообще надо вам сказать не очень принято говорить о себе. Так вот а вторая сторона кстати менее более редкая реже встречающаяся. Это тема усталости моральной усталости когда человек говорит все все хватит я уйду и все 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 лишь бы не переживать всего этого. а и эту сторону между прочим очень хорошо знают в нашей стране потому что в 90-е годы когда идеология обрушилась огромное количество людей профессионалов разных специальностях пережили нечто подобное. Тот смысл которым они которому они посвятили жизнь оказался исчерпанным. Я хочу сказать что в моей логике получается прямо наоборот. Вот этот самый флешмоб фейс депрессион направлен вроде как на дикий крик ах какое страшное заболевание. Но на самом деле его практический результат заключается в том что в мире будет стремительно увеличиваться продажа антидепрессантов. и это значит понимаете какая штука в той логике о которой я сейчас говорю это значит что в мире будет продолжать расти число самоубийств. Потому что если некоторая форма депрессивной мысли существует у каждого из нас то она находится в пассивном полубессознательном вытесненном состоянии но если нас попробовать растормозить то буквально это означает следующее от чего возникает заторможенность человек блокирует сам себя он пытается пережить некоторую мысль как возникает самоубийство человеку начинают давать препараты по доброте души которые разблокируют эту ситуацию и вот та самая наша тихая мысль я этой жизни не подхожу я не могу получить удовлетворение начинает прорываться сквозь блокировку сквозь заторможенность это можно сказать и по отношению к классическим трициклическим антидепрессантам и по отношению к антидепрессантам уж тем более современного поколения решительно ко всем универсально потому что еще раз говорю все они для того чтобы быть антидепрессантами должны обладать некоторым растормаживающим действием фактически они обладают не повышающим фон настроения действия а на самом деле они обладают очень легким опьяняющим действием американские стрелки как подростки так и взрослые получали психотропные препараты 90% из них получала те самые антидепрессанты мы не обязательно говорим об аутоагрессии мы говорим и об агрессии тоже я не буду называть фамилии но если вы помните стрелка из аптеки Ригла не помните эти события пару лет назад когда мальчик у нас в аптеке Ригла сотрудник принес ружье и расстрелял сотрудников не помните короткая память получал антидепрессанты он получал антидепрессанты как бы стрелок в Америке который в Лас-Вегасе застрелил 60 человек из окна отеля получал правда всего-навсего седуксин у нас больше всего диазепам у нас этот препарат больше всего известен под этим но он его получал как антитревожный препарат а у нас этот препарат стал выписываться по ограниченным рецептам потому что через некоторое время все поняли что этот препарат растормаживающий то бишь опьяняющий абсолютно аналогичный эффект между прочим имеет та самая знаменитая легендарная паленая водка ну я видел в разной степени точности графики но в общем я могу сказать что количество продаж некачественного алкоголя и число самоубийств коррелирует прямо это давно показано это не секретная информация в чем проблема 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 в том что это одно из главных свойств летучих так называемых сивушных масел которые содержатся в огромном количестве в алкоголе такого рода они растормаживают а этот компонент есть у человека всегда мы не можем жить без депрессии я просто столько раз об этом говорил с феноменологической то есть чисто психиатрической точки зрения вот этот вот прорыв ажитация между прочим это для психиатров скорее относится сам прорыв сам суицид сама возникшая всеохватная эмоция которая позволяет преодолевать витальный страх и витальный барьер они скорее относятся к так называемым экзогенно-органическим расстройствам к эпилептоидным расстройствам чем к расстройствам эндогенного ряда почему потому что собственно перед суицидом подавляющего большинства людей возникает острое острый пароксизмально развивающийся порой совершенно неожиданно аффект а вот это захватывание аффектом это на самом деле никакое не эндогенное расстройство это расстройство это то что возникает на почве имеющихся диагностируемых в структуре мозга неврологических даже не болезней расстройств так называемые экзогенно-органические изменения у всех людей на моей памяти которые совершили незавершенный суицид остались живы и этот суицид не был демонстративным я такие экзогенно-органические расстройства находил это ну это никак это никак у меня не превращается в статистику я просто находил всегда и все и поэтому на самом деле я пытаюсь объяснить что если бы доктора ну как-то хотя бы учитывали эту природу расстройств и назначали бы противосудорожные антипароксизмальные средства то возможно как профилактика суицида это имело бы смысл хотя там тоже все сложно потому что там тоже есть свои моды ну как сказать вот у меня недавно совсем на консультации я надеюсь она не увидит это видео была девушка молодая совсем ей 24 года вот ну депрессия или циркулярная депрессия циркулярная депрессия диагноз у нее с которым она ко мне пришла вот она получает бешеную дозу двух совершенно разных антидепрессантов один утром другим другой вечером она получает одновременно атипичный нейролептик с растормаживающими свойствами и ровно то из противосудорожных веществ потому что видимо такая светлая мысль докторам все-таки в голову приходит которую я сейчас воспроизвожу но ровно то противосудорожное вещество которое тоже имеет некоторый растормаживающий стимулирующий эффект и вот я открываю историю болезни и думаю два кандидата наук которые поставили назначили все эти препараты думаю я про себя боже меня упаси вслух хотят довести девушку до самоубийства поскольку там вся история с депрессией началась на почве той самой безнадежной любви на почве которой начинается бесконечное количество депрессий и кроме всего прочего из-за нее же случается наверное больше всего самоубийств то проблема в том что мы давным-давно перестали задумываться обо всем что связано с происхождением и даже феноменологическим описанием депрессии и самоубийств есть еще один вариант в тех же самых случаях с депрессиями это вариант нейролептика вариант антипсихотического препарата который усилит заторможенность и идиаторную и моторную по крайней мере типичные нейролептики типичные вещества вне всякого сомнения и вызывают эти два компонента депрессии двигательную и мысленную заторможенность кто-то в зале начинает кивать головой знакомо вся проблема заключается в том что вот с этим содержанием человеческого создания они все равно справиться не могут создатели бессменный лидер рок-группы гражданская оборона те кто кому сейчас ну по крайней мере около 40 или чуть меньше его наверное прекрасно помнят в 85 году его по политическим мотивам госпитализировали в психбольницу ну не стану называть ни номер ни все остальное вот что он писал цитирую я находился на усиленном обеспечении в кавычках на нейролептиках до психушки я боялся того что есть некоторые вещи которые человек может не выдержать на чисто физиологическом уровне может не выдержать я полагал что это будет самое страшное в психушке когда меня начали накачивать сверхсильными дозами нейролептиков неулептилом и галлоперидолом после огромной дозы неулептила я даже временно ослеп именно там я впервые столкнулся со смертью или с тем что хуже смерти это лечение нейролептиками везде одинаково что у нас что в Америке все начинается с неусидчивости после введения чрезмерной дозы этих лекарств типа галлоперидола человек должен мобилизовать все свои силы чтобы контролировать свое тело иначе начинается обратите внимание истерики корчи взрывы эмоций и так далее если человек ломается наступает шок и он превращается в животное кричащее вопящее кусающееся в такое животное превратился и я дальше следовало по правилам привязка в кавычках такого человека привязывали к кровати и продолжали колоть пока у него не перегорало по полной не перегорало по полной это по всей видимости пока не перегорало личность пока у него пишет Летов не возникало необратимое изменение психики эти подавляющие препараты которые делают из человека дебила эффект подобен лоботомии человек становится после этого мягким в кавычках покладистым в кавычках и сломанным на всю жизнь как в романе пролетая над гнездом кукушки конец цитаты я хочу обратить ваше внимание на одну вещь и таких описаний вообще во всех разговорах о политической психиатрии вы найдете полным-полно а я в клинике в общем и в наркологической и в психиатрической с этим сталкивался не раз обратите внимание его со страшной силой пытаются затормозить а он вместо того чтобы затормаживаться начинает сопротивляться изо всех сил некое внутреннее напряжение вместо того чтобы успокаиваться на так называемых успокоительных препаратах начинает нарастать в некотором смысле вот это крепя кричащая вопящая кусающаяся это некая страшненькая ситуация в которой в результате действий абсолютно ненужных человеку антипсихотических препаратов из него начинает прорываться та самая агрессия та самая импульсивная расторможенность которая скрывалась где-то здесь и это если вы задумаетесь тоже нормальная человеческая реакция на человека как бы накладывают внутренние вязки ему пытаются ограничить эмоциональную жизнь а он начинает отчаянно сопротивляться не все это довольно сложная история она очень зависит от установок личности Летов умер от сердечного приступа когда ему было 43 совсем молодым человеком неизвестна причина его смерти в общем кто-то говорит что слишком много пил именно дословная цитата кстати вы эту вот цитату она не секретна совершенно вы ее можете посмотреть в википедии на имя Егор Летов то что я прочел сейчас но я думаю что это вот это полугодовое его пребывание в больнице сломало его гормонально и в общем до определенной степени сломало его на всю жизнь он и дальше продолжал пить то есть принимал тот самый народный растормаживающий антидепрессант понимаете что получается и что я хочу сказать что за счет внушенного фармкомпаниями абсолютно неправильного понимания функционирования депрессии мы сами своими государственными руками увеличиваем число самоубийств и чем больше продается антидепрессантов и чем больше их назначается и чем на более долгий срок я уже не говорю когда их назначают по нескольку штук сразу тем больше у нас будет самоубийств и чем меньше во время флешмобов мы говорим о и чем больше во время флешмобов мы говорим о замечательных людях которые погибли от страшной неизвестной болезни тем больше мы этому способствуем что же нужно делать ну на мой взгляд первое я уже сказал нужно чтобы психиатры развели в разные стороны проблему самоубийства и депрессии и поняли что суициды антидепрессантами вылечить невозможно по определению изначальному по классической триаде депрессии и второе что нужно как ни странно это не побольше говорить о ценности человеческой жизни мы об этом сегодня говорим достаточно нужно говорить о том что человек управляет своими мыслями а не мысли управляют человеком нам нужно научиться учить этому детей с раннего возраста и так как никакое государство нам в этом не поможет а психиатрия будет активно мешать говоря до фигня все это вот на тебе 4 таблетки 3 раза в день то в общем это придется делать нам с вами ну я не знаю пациентам обычным людям родителям женам матерям ну нет больше никого такого умного кто бы за нас решил эту проблему потому что понятное дело что антидепрессанты как продавали так продавать и будут как назначали так назначать и будут и понятно что паленую водку как продавали так и будут продавать правда независимо от того и дикие крики люди поимейте совесть ни к чему не приведут и все-таки я еще не закончил про Егора Летова и все-таки что же с Егором Летовым эффект подобен лоботомии человек становится после этого мягким покладистым и сломанным на всю жизнь как в романе полет на гнездом кукушки роман-то надо прочесть дальше следует самое главное на мой взгляд все это в общем известные вещи в какой-то момент я понял чтобы не сойти с ума я должен творить я целый день находясь в бегунке это вот это самое состояние неусидчивости по действиям нейролептиков ходил и сочинял все что мог писал рассказы стихи песни и каждый день ко мне приходил кто-то кто забирал эти записки через решетку наружу почему его не сломали потому что он пытался творить и выражать свои эмоции видите я никак не дойду до своей книжки но я хочу представить вам еще одну удивительную маленькую книжку вот здесь в зале есть Елена Виноградина она захочет станет захочет нет и когда по причине ее обстоятельств в жизни у нее возникла депрессия она стала рисовать и писать в итоге ну издалека наверное показывать не очень красиво но в итоге поверьте мне я старый книжник получилась получился маленький шедевр правда я тут все знают много очень наших сектантов вот и все знают я редко рекламирую чужие книжки Лена должна была меня поразить но как та абстрактная живопись с помощью которой она выражала эмоции на мой взгляд для меня потрясающе точна точно так же ее короткие описания вот этих своих пережитых эмоций и выхода из них тоже точны абсолютно и подходят всем я хочу сказать что она сделала что-то наподобие того что сделал Егор Летов она себя выразила сделала она это блестяще и это поверьте моему печальному опыту лучший антидепрессант почему я вдруг ну потому что для меня это обращик смелости вот это жизненная необходимость человека как писал Бердяев повторить деяния Божьи и создать свой собственный мир и Лена себе это разрешила и преодолела свои кризисы и для меня это безумно ценный человеческий факт кроме того получилась очень талантливая книжка очень талантливая почему потому что на мой взгляд она выражает в первую очередь не ленины да а вот какие-то общеженские эмоции и делает это на взгляд меня мужчины очень точно вот вот так на самом деле должен выглядеть человеческий антидепрессант иначе все это остается вот здесь запертом правда а а а это почти все я хочу сказать что теперь пару слов про свою книжку я пришел к выводу для себя что моторная идиаторная заторможенность возникает только по одной простой причине потому что депрессия это неправильная мысль точнее говоря просто неправильный вывод который делает человек из внешних и внутренних обстоятельств неправильное ошибочное обобщение это обобщение которое я называю атомом дурной бесконечности и которое состоит из мыслей типа никогда никто ничто депрессия это попытка замкнуться в своей правоте сказав себе у меня никогда не получится или как мы часто говорим меня никто не любит не любил на самом деле Вася из этого рождается обобщение меня никто не любит и конечно здесь приведены упражнения с помощью которых даже лежачий человек может бороться с этими своими неправильными обобщениями возникающими в голове это не очень просто в отличие от таблеток это требует внутреннего усилия но из него что-то рождается а из антидепрессантов не рождается ничего а это все что я хотел вам сегодня сказать книжечка очень короткая поэтому я уж ее пересказывать не буду она связана с психологическими усилиями направленными на борьбу с депрессией ну все равно же нет лучше растительного антидепрессанта чем водка правда ну как а она не растительная вы попробуйте мне сказать я хочу сказать что вот смотрите я вообще считаю что в области химии никакой спасения от депрессии быть не может по той простой причине что депрессия это мысль такая понимаете мысль я никому не нужен у меня ничего не получится я навсегда останусь один как бы почему и как возникает эта мысль описана в книжке пожалуйста ладно я хочу сказать что любое химическое вещество либо оказывает на вас действие плацебо либо растормаживает в целом теоретически алкоголь должен обладать успокоительным действием ну на самом деле для тех людей которых мы считаем нормально пьющими алкоголь это вещество которое погружает сон это снотворное легкое ну я сейчас очень упрощаю чтобы просто не читать еще одно лекция а вот для людей с теми самыми неврологическими расстройствами о которых я говорю сосудистыми расстройствами это возбуждающее вещество я могу даже объяснить почему но не буду и это вещество в результате которого человек вполне может совершить суицид правда хотя это самое распространенное русское средство от депрессии попробуйте со мной поспорить как бы я не думаю что зверобой или что-то еще хоть чем-то лучше во-первых это будет спиртовая настойка зверобоя потому что иначе неинтересно но со зверобоем иначе неинтересно я же знаю я же это проходил понимаете какая штука откуда берется большинство депрессий но я попробую еще раз отправить вас не верю что вы придете но на нашем канале на ютубе это канал бывшей радиопрограммы серебряные нити есть такое видео оно называется почему люди сходят с ума так оно называется я пытаюсь объяснить что мы рождаемся и в этой книжке тоже которую мы вам предлагаем я пытаюсь объяснить что мы рождаемся со здоровым чувством того что мы самые лучшие единственные в мире это ощущение я называю детским или юношеским солипсизмом дальше очень быстро уже в подростковом возрасте выясняется что мы не самые лучшие люди в мире что есть люди которые не хуже нас они другие они составляют нам конкуренцию есть огромное количество людей мы их называем в Японии их называют хики хикамори которые прячутся дома ну чтобы не столкнуться в жизни с тем что кто-то лучше чем они я видите для того чтобы говорить более или менее кратко я должен все это упрощать так вот почему я показываю Ленину книжку потому что каждый человек должен в своей жизни хоть как-то доказать себе что он лучший что он лучше рисует что его чувства кому-то нужны и интересны но ведь для этого надо набраться смелости о них заявить об этих чувствах и по шее еще получить потому что каждый же хочет считать себя самым лучшим вот посмотрите это видео я считаю что вот это иррациональное убеждение по Элису и является причиной того что мы переживаем депрессии и поэтому лучший выход это творчество по той простой причине что это способ заявить о себе и получить реакцию других только она может породить чувство значимости и удовлетворенности жизнью а прячась в собственной ракушке можно только попытаться есть антидепрессанты но это ничего не изменит честно вам скажу Лена не моя пациентка и мы в общем почти не знакомы но прочтя ее книгу я испытываю такую симпатию к описанным мне чувствам и живописи которая на мой взгляд удивительно искренне передает какие-то внутренние состояния человеческие что я прихожу на презентацию своей книжки и презентую книжку Лены мне кажется это важнее и кто-то кто-то отреагирует по-другому кто-то скажет ей ой какое говно ты написала это будет обязательно обязательно но без столкновения вот этого вы полное говно Александр Геннадьевич какую чушь вы пишете кому это нужно и ах какой вы гений Александр Геннадьевич себя в какой-то правильной позиции по отношению к жизни найти нельзя понимаете какая что и так я формируюсь с одной стороны гладит с другой стороны и так я как-то могу и сам для себя определить себе цену а если я такой моя хат с краю то в общем проблема в том что я не могу быть счастлив я не могу быть счастлив сам в себе от этого такая большая мода на депрессию потому что мы все больше и больше замыкаемся в себе и молчим вот с этим я ну сейчас на видео и по радио и в книжках всю жизнь пытаюсь бороться я все время вспоминаю Михаила Михайловича о Сатьяне где-то я на видео вспоминал который сто лет тому назад приехал к Юнгу и стал выпытывать у него как ему работать с русскими и тогда Юнг по этому поводу переписывался с Фрейдом все это опубликовано и он сказал что русским пока рано работать с психоанализом потому что они после эпохи крепостного права одинаковые как рыба в сети у них не развиты процессы самопознания к сожалению это было правдой сто лет назад и остается правдой сейчас мы с радостью обсуждаем методы любые таблеточки только не усилия собственной мысли и поэтому куда нам сейчас доработать с бессознательным мы обычно имеем ввиду подработай с бессознательным чтобы кто-нибудь что-нибудь за нас сделал вот я сяду выставлю а он все такое с моим бессознательным поработает это простите так с нами работал Чумак с Кашпировским хотите это мне сказали тут что похоже я хочу сказать что правда хотите давайте а бутылки с водой есть доставайте сейчас заряжать буду я хочу сказать что вот этот уровень работы с бессознательным нам знаком и хочу я сказать книжку эту написал только по одному поводу нам бы сначала с сознанием собственным научиться работать и захотеть как только мы захотим работать с сознанием его направлять а не есть антидепрессанты у нас стремительно в жизни многое начнет меняться все что захотите начнет меняться как только человек задумается о собственном сознании например о том что он управляет своими мыслями а не мысли управляют им извините за внимание так книжки да автографы пожалуйста можно сейчас 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 повалите секунду так все 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 Продолжение следует...